Ну что? Да, давайте начинать уже 16.00. 17.00, да. Да-да-да, 17.00. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие абитуриенты. Меня зовут Мария Казимировна Цинжарик. Я доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства Санкт-Петербургского государственного университета. И одновременно я являюсь одним из организаторов и кураторов магистерской программы управления бизнесом в цифровой экономике, о которой я сегодня расскажу вам. Ну, прежде всего, информация о приемной комиссии. В 2021 году мы набираем 15 мест, все места договорные, то есть на платной основе. Из вступительных испытаний у нас проводится конкурс документов, портфолио, темой которого является современная экономика и управление. И минимальный балл, который необходимо набрать, чтобы поступить на нашу программу, это 40 баллов. Наши слушатели учатся в течение двух лет-трех месяцев. Форма обучения очно-заочная. То есть занятие, как правило, проходит вечером с 18.30 и в субботу. На самом деле, я хочу сказать, что идея этой программы у нас зародилась до того момента, как появился главный документ России, программа развития цифровой экономики Российской Федерации. То есть примерно за год-полгода мы увидели, что есть потребность в такой программе и начали прорабатывать ее содержание, структуру для того, чтобы уже подать и открыть ее в университете. Но для начала все-таки скажу, что цифровая экономика, потому что много толкований. И на самом деле есть разные. Кто-то говорит, что это только информационные технологии развиваются. Кто-то говорит, что это идея, которую придумали правители стран. Но на самом деле мы можем сказать, что экономика цифровая – это та экономика, которая вокруг нас. В чем ее основное отличие? Что большинство коммуникаций, как внутри фирмы, так и между нами, между участниками рынка, осуществляются с помощью цифровых технологий. То есть мы используем мобильные устройства различные и пишем друг другу, сообщаем что-то, посылаем информацию в сети интернет. И это касается, безусловно, не только людей, но и компаний, организаций. И мы можем отметить, что сейчас наблюдается сверхгиперсвязанность между людьми, компаниями, устройствами. И если вы уже поучите у нас, то узнаете, что также еще между системами и процессами. И если мы говорим, а что же меняют цифровые технологии в бизнесе, почему надо этому особенно учиться? Потому что мы понимаем, что появляются новые каналы продаж и новые каналы взаимосвязи между компаниями, клиентами, конкурентами, партнерами, поставщиками. Мы понимаем, что в компании изменяются бизнес-процессы. Из части бизнес-процессов уходят люди, и они станут автоматическими. На части остаются, конечно, люди. Мы понимаем, что большинство решений должно приниматься не только на интуиции, но и быть подкреплено различными данными, и мы знаем, что цифровые технологии позволяют нам анализировать огромные объемы данных. Но и в то же время, поскольку цифровые технологии позволяют сделать компанию или группу компаний открытыми, это означает, что они стимулируют появление инноваций совершенно в разных сферах. И таким образом мы с вами можем сказать, какие особенности управления компанией именно в цифровой экономике. Ну, во-первых, для того, чтобы компания была конкурентоспособной, она должна уметь организовать новые процессы и аккумулировать, передать, обработать и использовать для принятия решений данные. Второе, мы понимаем, что если раньше компания работала в регионе, в городе, потом пошла в страну международную, то сейчас компания может развивать свою деятельность во всем мире, только сколько нам хватает интернета. Конечно, там пандемии, какие другие факторы могут ограничивать деятельность компаний, но тем не менее, в широком плане, в обычной ситуации мы используем интернет и можем работать на весь мир. И крупные компании, например, Amazon или Facebook, это пример этому. Соответственно, мы увидим, что очень быстро меняются продукты и услуги. И компания, чтобы остаться на плаву, остаться наряду со своими конкурентами, должна постоянно быть способна изменить продукты, ресурсы, которые необходимы для этого, процессы и компетенции. Мы понимаем, что очень высокая скорость движения не только информации, но и товаров. Мы знаем, что сейчас мы ожидаем очень быстрой доставки. Вот такой же быстрой доставки ожидаем не только мы, а и сами магазины, и производственные компании и так далее. Мы понимаем, и мы все время это подчеркиваем и видим, что доминирующая бизнес-модель платформа. И успех компании, как ни странно, теперь зависит не только от самой компании, насколько она хорошо организовала свою деятельность, а от того, насколько она правильно сформировала экосистему, куда входят клиенты, партнеры и, возможно, даже конкуренты, и насколько она может координировать деятельность участников и управлять в какой-то степени этой экосистемой. На самом деле получается, что наша программа магистерская, она тоже является частью экосистемы, которая связывает между собой образование, бизнес и науку. Каким же образом? Когда мы задумывали эту программу и разрабатывали, мы сразу знали, что у нас будет эта магистерская программа, для того, чтобы она была полной и открытой, и к нам приходили знания из разных уголков света, мы организовали международную конференцию с таким же названием. И более того, мы понимаем, что так быстро все меняется на практике, что обязательно должны быть проекты с реальными компаниями, которые решают какие-то задачи, и наши студенты должны в них участвовать. Потому что в противном случае, как бы мы ни старались успеть за реалиями, мы этого просто не успеем. Поэтому вот такая экосистема и основное свойство этой системы, что каждая часть экосистемы дает какую-то информацию, дает знания, дает какую-то ценность для других участников. Таким образом, у нас все части этой системы питают друг друга. И почему же возникла идея этой программы? Дело в том, что выяснилось, что рынок требует новых специалистов, которые понимают не только технологии, таких много. У нас очень много IT-специалистов, они предлагают блестящие IT-решения. Но основная проблема, что те, кто знает технологии, у них не очень хорошо с менеджментом, с экономикой. А те, кто понимает управление и в экономике, очень часто не знают технологии, не знают, какие возможности могут предоставить технологии для решения проблем компании. Поэтому такие специалисты, которые бы обладали знаниями и умениями и в сфере технологий, и в сфере экономики менеджмента, они очень востребованы. И таким образом мы разработали программу, и основной миссией программы является подготовка профессионалов в сфере и стратегического менеджмента, и маркетинга, экономического анализа, логистики, управления бизнес-процессами. И эти профессионалы способны реализовать трансформацию бизнеса в условиях цифровой экономики. То есть не только создать новый бизнес, который изначально будет цифровым, а посмотреть, что можно сделать с той компанией, которая существует 5, 10, 20, может быть даже 50 лет, и что надо поменять для того, чтобы она могла конкурировать с теми компаниями, которые являются лидерами рынка. Таким образом, наша программа готовит профессиональных специалистов, которые владеют знаниями, о которых я уже говорила, экономика, менеджмент, информационные технологии. И очень важно, что они используют эти знания для принятия решений в тех компаниях, которые готовы к цифровой трансформации. Также мы понимаем, что цифровые технологии – это не просто автоматизация или не просто установка компьютеров, серверов и так далее. Основная идея, что технологии меняют бизнес. То есть они начинают менять бизнес-процессы и потихоньку меняют всю компанию, а значит, ее бизнес-модель. Когда будете учиться у нас на программе, увидите, что бизнес-модель включает в себя и способ создания ценностей, и что это за ценность, и предложение ценности клиентам, и финансовые потоки расходов и доходов, которые связаны с определенной моделью ведения бизнеса. И мы увидим, на самом деле, что в современной экономике появляются совершенно новые бизнес-модели, о которых раньше нельзя было говорить, но они стали… у них появилась возможность существовать только после того, как цифровые технологии приобрели определенную степень развития. Когда мы разрабатывали программу, конечно, мы не только опирались на нашу интуицию, наш практический опыт и опыт преподавания, мы смотрели программы других российских вузов и зарубежных. Когда мы разрабатывали, таких программ было мало даже за рубежом, поскольку это была достаточно новая тема не только для России. Конечно, мы работали с ассоциацией выпускников нашего университета, потому что многие наши выпускники работают в хороших компаниях, у которых есть чем поучиться, которые сразу делятся своими знаниями и умениями, участвуют у нас в мастер-классах, участвуют в гостевых лекциях, в проектах. И также мы обращались не только к выпускникам, но и к другим компаниям из бизнес-среды, которые помогли и хотели помочь нам. И таким образом наша программа сочетается с одной стороны традиции образования, которые у нас веками развивали в Санкт-Петербургском государственном университете, но в то же время мы используем проектные инновационные технологии обучения. Мы стараемся по возможности индивидуализировать образовательный процесс, не только с помощью курсов по выбору, но и с помощью выбора темы проекта, на котором работает слушатель. И этот проект, как правило, готовится не только в конце программы, а на протяжении всего обучения. И естественно, что это тоже один из вариантов индивидуализации образовательной траектории. Также мы стараемся работать не только с нашими преподавателями, но и привлекать других из компаний российских и международных. На кого же нацелена наша программа? Ну, получилось так, что раз у нас программа междисциплинарная, и она существует на стыке и технологий, и экономики менеджмента, то и наша целевая аудитория тоже достаточно разнородная. С одной стороны, мы с радостью принимаем, и они у нас и учатся, и работают, выпускников технических и IT-специальностей, у которых не хватает системных знаний в экономике управления. Конечно, если они возглавляют какой-то отдел, у них могут появиться такие знания, но важно то, что все-таки экономическое образование дает определенную систему в понимании того, что происходит в систематизации решений и принятии наиболее эффективных решений. Также мы работаем с менеджерами высшего и среднего звена, которым необходимо, при том, что они хорошо знают свой бизнес, тоже каким-то образом сформировать стратегию развития бизнеса, зная и какие есть потребности, что надо делать, куда двинуться компании, и какие есть инструменты, в частности технологии. Также к нам с радостью идут выпускники бакалавриата и специалитета, которые закончили экономику и менеджмент, но они хотели бы далее развить свою карьеру, поскольку магистратура, как правило, предполагает углубленное знание и умение в какой-то определенной сфере. Также мы с радостью работаем с предпринимателями, потому что современный предприниматель, что бы он ни хотел, даже если он никак прямо не связан с информационными технологиями, все равно в его деятельности нужны они для того, чтобы найти клиентов, связаться с ними, продвинуть свою продукцию и имя компании, бренд. И также мы понимаем, что раз мы говорим, что цифровая трансформация касается не только бизнес-моделей, а бизнес-процессов, то идет цифровизация в разных функциональных властях компании. Это и маркетинг, и логистика, и производство, и финансы. Безусловно, даже если человек просто работает в этой сфере, ему необходимо знать, какие потенциальные выгоды могут дать цифровые технологии, и какие цифровые технологии и технологические решения были бы наилучшими для решения конкретных задач бизнеса. И основной идеей нашей программы явилось, во-первых, то, что мы хотим научить наших выпускников, наших слушателей, потом выпускников, формировать стратегию цифровой трансформации бизнеса, но при этом на основе проектного обучения. Сейчас позже об этом еще немножко расскажу, но основная идея, чтобы мы не просто получали знания, чтобы наши выпускники не только получали знания, но и параллельно с этим сразу же пытались применять эти знания на конкретных проектах. Таким образом, мы применяем следующие методы обучения. Во-первых, все-таки у нас есть, мы университет, не под этого не деться, да и правильно, у нас есть достаточно солидная теоретическая методологическая база, которая позволяет дать такую базовую систему знаний по экономике, менеджменту и различных методов анализа, принятия решений и так далее. Безусловно, у нас есть кейсы и реальные задачи, относительно небольшие по сравнению с целым проектом, но тем не менее мы знаем, что решение кейсов, особенно когда это не индивидуальные решения, а решения в группе и потом состязания групп, это очень эффективный метод обучения. Бизнес-стимуляция, когда на некоторых наших курсах мы пытаемся предложить имитацию реальной среды, и опять же это что-то вроде деловой игры, когда студенты попадают в виртуальную среду, которая имитирует реальную, в частности, принятие решений в компаниях, связанных с инновациями, инвестициями. Также у нас есть работа по анализу информации в малых группах, у нас есть мастер-классы, куда мы приглашаем, как я уже говорила, специалистов и менеджеров из реальных компаний, у которых есть опыт в сфере цифровой трансформации. И участие, конечно, в проектах цифровизации, цифровой трансформации, в компаниях-партнерах, об этом тоже чуть позже скажу. Таким образом, основным результатом нашей программы является следующее. Во-первых, это получение системных знаний от опытных преподавателей и выпускников нашего университета, которые учились, и у них, как я уже говорила, есть системные знания, именно те, которые дают университет. Также очень важно, что когда у нас слушатель учится, он не только понимает какие-то теоретические знания, он понимает лучшие бизнес-практики, которые он видит во время решения кейсов, во время мастер-классов. Также у нас есть различные тренинги, дальше расскажу. Это тренировка аналитического креативного мышления, потому что кто такой современный специалист, современный менеджер, современный предприниматель, он должен, с одной стороны, уметь анализировать для того, чтобы использовать результаты анализа для правильного понимания ситуации и куда дальше двигаться. И, безусловно, необходимо креативное мышление, поскольку сейчас настолько разнообразная внешняя среда, которая не терпит шаблонов, и она требует все время формирования каких-то новых идей. Ну и также, что немаловажно, мы не должны забывать, что когда мы учимся, это не только мы получаем, не только студенты что-то получают от преподавателей, но они получают друг от друга. На самом деле даже и преподаватели, когда работают со студентами, которые в то же время уже имеют какой-то опыт работы в компаниях, они тоже очень много для себя понимают и включают этот опыт в свою систему знаний, умений. И также очень важно, что я знаю, во время обучения многие слушатели знакомились друг с другом и потом начинали вместе работать, то ли в новом предприятии, то ли в каких-то уже существующих. Но факт то, что можно действительно найти своего бизнес-партнера, которым будешь работать в будущем. Какие же компетенции формирует наша программа? Ну, можно их разделить на две такие группы. Это аналитические и управленческие. Действительно, аналитические, которые касаются именно различных методов анализа бизнес-информации для принятия решений. Это анализ для того, чтобы определить, какие направления внедрения цифровых технологий в компанию. Потому что, безусловно, надо идти не от технологий, надо идти от бизнеса. Это анализ и формирование бизнес-моделей компаний, которые наиболее релевантны в существующих условиях. Это различные методы стратегического анализа внутренней и внешней среды компаний. Это оценка эффективности цифровых проектов и так далее. Все тут, безусловно, не перечислить, но вы понимаете, что такое аналитические компетенции. Также мы формируем управленческие компетенции. То есть, что должен хороший менеджер среднего или высшего уровня? Во-первых, выбрать, куда идти, какая стратегия и какие инструменты позволят нам провести трансформацию компании. Очень важно задачу, которая стоит на уровне компании, разложить до конкретных подразделений, до конкретных людей, которые будут исполнять эту задачу. Поэтому специалист, менеджер в современной экономике должен поставить задачи функциональным менеджерам, таким, как, например, бикетолог или юрист, или финансист, или снабженец, которые выполняют определенные функции компании, и IT-специалистам. Потому что, еще раз говорю, IT пишут программы, коды, но для того, чтобы эти коды работали на компанию, должно быть правильно сформулировано техническое задание, исходя из задач бизнеса. Безусловно, изменения и трансформация возможны только, если компания приобретает особую деловую культуру. Так вот, как сформировать такую деловую культуру? Мы называем ее цифровая культура, которая поможет проводить все те изменения, которые необходимы сейчас компании. Это очень непростой вопрос. И даже опыт показывает, что большая часть проектов цифровой трансформации терпят неудачу не потому, что технологии плохие. Слава богу, технологии у нас есть. Потому что среда, в которой эти технологии применяются, не способствует развитию и применению этих технологий. И очень важно, особенно говорю, в современной экономике, когда современный выпускник, менеджер, он должен уметь выстраивать отношения с разными участниками рынка, зачастую не в личном, зачастую по интернету, но он должен также формировать сеть разных связей. И сеть клиентов, и сеть поставщиков, и сеть партнеров, тех, кто поможет действию компании. Даже он должен взаимодействовать с государственными органами. И это только кажется просто, но на самом деле, когда таких взаимодействий сейчас очень много, по сравнению с прошлыми годами, это становится довольно сложной задачей. Ну, в каких позициях работают выпускники? Ну, наверное, они работают почти всеми. И, как я уже говорила, это и они и приходят, и повышают свою квалификацию, становятся менеджеры среднего и высшего звена, хотя могли быть среднего, а повыситься до высшего. Они работают, безусловно, бизнес-аналитиками. Это очень хорошие руководители проектов в силу умения скомпоновать разные функции. Это организаторы стартапов, безусловно, поскольку понимаешь, что происходит, у них появляется идея, куда двигаться. Это эксперты и консультанты совершенно разного рода и для компаний, и для государственных органов и работы в консалтинге. Ну, как я уже говорила, это специалисты функциональных служб, той же логистики или того же маркетинга, которые знают, как организовать эту функцию на самом лучшем уровне. Теперь остановлюсь на курсах программы. Сейчас расскажу про пять блоков тех курсов, которые формируют всю нашу программу. Ну, во-первых, как я уже говорила, это базовые курсы по экономике и менеджменту. Это те, которые всегда преподавались у нас на факультете и которые преподаются на большинстве наших программ бакалавриата и магистратуры в той или иной степени, потому что бывают базовые уровни, бывают там прогвинутые. Это и управление проектами, да, логистику управления цепочками поставок, это практически все, да, у нас слушают, или именно в факультете. Операционный менеджмент, управленческий учет и анализ, без него совершенно никуда, поскольку он позволяет понимать, что происходит в компании у нас с точки зрения доходов, расходов. Безусловно, это правовые аспекты предпринимательской деятельности. То, что сейчас, наверное, самое популярное, без чего вообще нельзя провести анализ компании, двигаться дальше, это анализ бизнес-процессов, моделирование новых бизнес-процессов и управление уже новой системой бизнес-процессов. То есть это один из самых востребованных курсов и, так я понимаю, одна из самых востребованных дисциплин, который применяется в работе практически всех компаний. Ну и, безусловно, стратегический маркетинг-менеджмент. В то же время у нас есть курсы, связанные с цифровой трансформацией компании. Это как раз и особенности менеджмента в цифровой экономике, и сами основные элементы, особенности цифровой экономики, как внешней среды, которая существует сейчас для всех нас. Не только для этих компаний, а для всех нас. Для потребителей, для бизнесов, для государственных органов. Это, безусловно, экономика предприятия цифровую эпоху, которая отражает основные изменения в активах, пассивах, доходах, расходах, которые существуют сейчас. И без знания этого вообще невозможно управлять компанией. Есть у нас курсы по менеджменту цифровых продуктов, потому что, конечно, сейчас не все продукты цифровые, но часть из них точно цифровые. Есть два больших курса по цифровому маркетингу. Первая и вторая часть, которые отражают все аспекты цифрового маркетинга и ведет у нас этот курс. Человек, который имеет очень большой опыт в цифровом маркетинге. Мы говорим о цифровом бизнесе в глобальном масштабе. Есть курс стратегии цифровой трансформации бизнеса. Я его провожу. И там есть, поверьте, что разрабатывать, что обсуждать, о чему учиться. Это оценка инвестиций в цифровой экономике. То есть это курсы по экономике менеджменту, как я уже сказала, которые лежат в основе всех остальных курсов. Также у нас есть ряд курсов, связанных с аналитикой. Это бизнес-анализ информации для принятия управленческих решений. Практики анализа данных. Это статистические методы и пакеты для анализа данных. И, конечно, это BI-система управления данными. Это тоже один из последних must-have для компаний, поскольку они позволяют не только собрать разные данные из разных кусочков, но и визуализировать, и сопоставить такие данные, которые раньше между собой совершенно мы не могли связать, поскольку они совершенно были из разных сфер. Так вот, этот курс позволяет это сделать. Безусловно, нужно знание технологий, таких как машинное обучение, так же как блокчейн, целые совокупности технологий, которые входят в индустрию 4.0. Есть курс у нас по электронным системам, платформам информационной безопасности. Причем тоже скажу, что в современном мире информационная безопасность это тоже один из важнейших факторов, который тормозит развитие цифровой трансформации. Потому что как только компания становится открытой для своих партнеров, она в том числе становится открытой и для конкурентов, недоброжелателей и так далее. И вот это тормозит, эту открытость, именно, может быть, несовершенство систем кибербезопасности. И поэтому этот курс позволит понять, в чем существуют эти проблемы обеспечения этой безопасности, какие существуют инструменты, и даже попробовать их на реальных инструментах. И также, конечно, технологии хранения и обработки данных, которые входят сюда. И, как я уже говорила, наша программа заявлена как практическая практика, ориентированная, поэтому у нас ряд курсов – это практикумы, мастер-классы. Ну, например, у нас очень интересный практикум по информационным системам. Студенты с удовольствием на него ходят, и даже почти все пытаются кусочек из него включить в свою выпускную работу. У нас, безусловно, есть дизайн мышления, у нас есть практикум по большим данным. Вот игра бизнес-симуляция, о которой я говорила, которая имитирует принятие решений, инновационных и инвестиционных решений в конкретной компании. У нас есть очень хороший курс, фактически тренинг, делал коммуникации, который проводят специалисты, которые работают не только в университете, а проводят такой тренинг и для других компаний. И вот как раз то, что я говорила, основой нашего проектного обучения является проектный семинар по цифровой трансформации. Вообще вот этот проектный семинар у нас длится в течение всего времени обучения, то есть четыре семестра, начиная с первого, и начиная с того, что мы начинаем с понимания, погружения в среду, новую среду для цифровой экономики. И далее мы изучаем различные методы цифровой трансформации, модели цифровой трансформации. И на третьем семестре этот проектный семинар выходит на конкретную компанию, где студенты пытаются решать задачи конкретной компании. Не всегда это лидер, да, это может быть обычная компания. И мы понимаем, что прежде чем внедрять какую-то технологию, надо наладить просто бизнес, а потом уже применять какие-то цифровые инструменты. Остановлюсь подробнее на этом семинаре. Вот сейчас, в данное время, второй курс у нас проходит, участвует в проекте цифровой трансформации в группе компании ДСТ Урал. Это завод с Урала, который занимается производством техники, бульдозера и подобная техника. Как проходил у нас семинар, еще проходит семинар в этом семестре? Поскольку мы не можем поехать, хотя они были готовы, чтобы студенты к ним приехали, но вы понимаете, есть ограничения по передвижению. Значит, у нас была виртуальная экскурсия по заводу, где ходили представители завода, снимали, и мы все в реальном времени видели и цеха, и склад, и различные испытательные объекты, подразделения и так далее. Потом у нас была встреча руководства завода с нами и с нашими студентами, слушателями нашей программы. Потом были поставлены цели, которые преследуют руководство завода на данном этапе. Были сформированы рабочие группы, функциональные рабочие группы на самом заводе. То есть это у них были те группы, которые работают над конкретными задачами. Далее наши студенты, мы разбили их тоже на группы и включили студенты тоже в эти рабочие группы. То есть они стали, с одной стороны, у нас учиться, с другой стороны, они входят в эти группы. Дальше, сейчас у нас как происходит, они встречаются, ну, опять же, виртуально с представителями завода, требуют необходимую информацию, анализируют ее, и дальше мы обсуждаем на нашем проектном семинаре, что делать дальше. Информация связана и с организационной структурой, и с проведением бизнес-процессов, и с проведением свод-анализа и разработкой стратегии. Вообще-то это не очень просто, потому что информации много, она не причесана, как мы привыкли, да, когда мы ходим на какие-то курсы, мы видим, ага, вот у нас тут задачка, все есть. А тут эту информацию надо по крупицам собирать, для того, чтобы как-то системно представить на уровне компании. Но это хороший опыт, потому что, как бы это ни было хорошо или плохо, но большинство компаний именно такие. Далее, основная задача, после того, как будет проведен весь анализ, и будут выработаны какие-то решения, предложить направление цифровой трансформации, которое необходимо заводу, и инструменты, цифровые инструменты, которые можно на данном этапе применять. Потому что, на самом деле, нельзя применить все инструменты, и на разных этапах надо применять разные, начинать с одних, потом продолжать с другими. Но это все входит в отработку, с одной стороны, принятие предложений, решений для компании, с другой стороны, в отработку определенных навыков нашими слушателями. Вот как раз покажу темы выпускных работ, которые были защищены вот летом, буквально полгода еще не прошло. Студенты готовили, это уже у нас второй выпуск, сейчас у нас идет третий выпуск этой программы. Значит, что они готовили? Значит, это мы видим, это и проработка бизнес-моделей в цифровой экономике, разработка стратегии цифровой трансформации в компании, мы видим. Также касается деловой культуры, я уже говорила, что предпринимательская или корпоративная, или деловая культура является очень важной внутренней средой для цифровых изменений. Мы видим, что есть разные особенности, как проходит цифровизация в разных отраслях. В частности, вот была у нас девушка, писала про медицинскую отрасль, и что можно сделать, и что у нас требовано сейчас. Блокчейн в финансовой сфере, хотя мы знаем, что блокчейн применяется не только в финансовой сфере, но, тем не менее, вот здесь были аспекты довольно глубоко на уровне конкретных решений был анализ сделан. Понятно, что и в логистике тоже, и очень интересная была работа оценка объектов недропользования на основе геоданных, да, когда подтягивались данные из разных источников, была попытка оценить справедливые стоимости этих объектов. Ну и так далее, да, конечно, много маркетинговых тем, поскольку мы знаем, что все-таки цифровизация начинается во многом с маркетинга, поскольку это близко к клиенту, это понятно, что делать. Это сделать себя относительно более легко, чем построить цифровой завод, цифровой двойник и так далее. Это более сложно уже появляется, получается. Ну вот мы видим, что все эти аспекты связаны так или иначе с цифровой трансформацией, цифровизацией, с экономическими аспектами вот этих изменений, с оценкой инвестиционных проектов. То есть здесь стык технологий, знания этих технологий, применения и, безусловно, экономической оценки. Потому что если не проводить экономическую оценку, видно, можно любую технологию придумать, как применять. Мы же всегда понимаем, что ограничены ресурсы бюджета и возможности компании. Как я уже говорила, что помимо программы у нас в экосистему входит конференция управления бизнесом в цифровой экономике. У нас было уже три конференции. Последняя, конечно, состоялась у нас в онлайн-формате в силу последних веяний, пандемии и так далее. Тем не менее, это не помешало провести эту конференцию вполне плодотворно. Мы запланировали четвертую конференцию, которая состоится в марте. Вот здесь указан сайт, куда можно зайти, посмотреть, кто будет выступать, как можно выступить самому, если кто-то хочет. Все конференции у нас имеют публикации. И сразу скажу, что на нашей конференции участвуют не только теоретики, не только ученые, хотя они тоже должны быть и преподаватели. Мы стараемся приглашать практиков из разных компаний, которые, безусловно, рассказывают нам о последних веях, которые есть в мире и в России. Ну, также я хочу сказать, что мы успели выпустить, хотя очень долго он издавался, монографию управления бизнесом в цифровой экономике. Частично это люди, ну, в основном она сделана на базе выступлений нашей второй конференции, но безусловно доработано, и очень многие аспекты там даже актуальны. То есть это вот наша книга, которую можно использовать и при обучении, и при написании работы и так далее. Также я хочу сказать, что наша программа, поскольку она существует уже вот три года, она состоялась в низких программах. Совсем недавно организаторы программы, те, которые стояли в основе этой программы, получили премию правительства Санкт-Петербурга как раз за выдающиеся достижения в области высшего образования. И за что конкретно? За то, что вот наша программа, не только программа, но и конференция, и проекты различные, публикации как раз были направлены на формирование компетенции именно в цифровой экономике. То есть это важно. И тоже совсем недавно тут проходил конкурс, он называется «Цифровой балл». И мы, конечно, не стали победителями, но тем не менее мы вышли в финал «Лучшая образовательная программа в цифровой экономике». Это тоже важно. И вот как раз коллега, который работает с нами, ездила в Москву и получила диплом за диплом, уже мы участвовали в этом конкурсе. Руководит программой, известный в городе человек Игорь Анатолий Черенков. Он во всех сферах известен, и в университетской, где он работает, в вузах, и он является экспертом научных фондов, которые дают гранты, и он оценивает работы, которые поданы на гранты. То есть у него достаточно большой опыт в этом. Он участвует в консактинге много. Его основная сфера – это маркетинг, стратегический маркетинг. И также понятно, что ты начинаешь с маркетинга современного и переходишь к цифровой трансформации компании, поэтому тоже это его деятельность. И он возглавляет как раз не только программу нашу, он возглавляет также и нашу конференцию управления бизнесом цифровой экономики, является редактором разных учебников и нашей монографии, в том числе тоже управления бизнесом цифровой экономики. Также у нас есть различные преподаватели. Часть преподавателей, как я уже говорил, преподавателей университета в разных сферах, и в финансах, и в области права, в области логистики и стратегического управления. Это я, да, Санжарик Мария Казимировна, в области операционного менеджмента. И также мы приглашаем людей, которые могут нам что-то принести и со стороны психологии, да, вот это тренинг, деловые переговоры. Вот цифровой маркетинг, также участие в проектном семинаре, в бизнес-проекте, ну и так далее. Вот электронные системы платформы Дмитрий Титарев, который имеет степень MBA из Таграмской школы экономики. То есть мы стараемся все-таки уловить различные новые веяния и приглашать тех людей, которые знают о определенной области не только в теории, а безусловно, они могли это применять и знать все нюансы, поделиться этим с нашими слушателями. Программа, как я уже говорила, работает не одна, у нас есть партнеры. Прежде всего я еще раз хочу упомянуть нашу ассоциацию выпускников Санкт-Петербургского государственного университета, которая, во-первых, очень многочисленна, во-вторых, как правило, там работают достаточно успешные люди, в-третьих, они всегда готовы к сотрудничеству, что нас, конечно, очень радует. Компания Корус Консалтинг, группа компании БТО, которая занимается разработкой во многом информационного распечения и целых технологических решений для решения ледозадач. Вот последний у нас таких актуальных партнеров ДСТ Урал, к которому мы сейчас ведем проект. Ну и на самом деле мы всегда и на сайте пишем тоже, что мы открыты к сотрудничеству с разными компаниями, которые, в общем-то, преобразуют свой бизнес с помощью цифровых технологий. И главное, что не просто преобразуют, они готовы решать свои задачи, используя, с одной стороны, свежие умы наших участников нашей программы, а с другой стороны, опыт преподавателей университета. Вот это такой стык, которыми видится очень перспективным. Таким образом, я заканчиваю презентацию. Хочу вас всех поблагодарить, что меня слушали. И, пожалуйста, приходите к нам учиться, и мы вместе будем создавать с вами что-то новое. Спасибо. Я дам контакты, да, это контакты самой программы, кураторов меня и моей помощницы. И, конечно, я дам контакты приемной комиссии университета, которая работает все время. И если у вас уже сейчас возникли какие-то вопросы, но вы сейчас не готовы задать, но завтра захотите задать и так далее, вы можете обратиться по электронной почте, зайти на сайт, позвонить по телефону, и вам с радостью ответят на все вопросы, которые касаются поступления в 2021 году. Спасибо, Мария Казимировна. Я вот только что проверил наш сайт. Вопросы на данный момент не поступили, но если какие-то вопросы появятся, мы всегда готовы на них отвечать. Спасибо большое. Да, спасибо большое. До новых встреч. На этом мы заканчиваем. До свидания. До свидания.